Друзья, всем привет! Настал момент нам покидать Мадрид. Как бы сильно я не хотел здесь остаться, все равно придется нам уезжать. И я думаю, я обязательно приеду, потому что город мне прям очень понравился. Даже вообще не чувствуется, что это какой-то большой мегаполис. Я думаю, это связано с тем, что он очень растянут, очень большой сам по себе по площади. А население, в принципе, здесь не такое большое. И очень широкие улицы здесь, парков много. Ну, вообще, одни, наверное, только плюсы у города. Не так много иммигрантов и вот этих всяких бездомных, алкашей грязных тоже не так много. Я прям с удовольствием вчера и позавчера погулял. Общественный транспорт здесь прям четко работает. Минуту в минуту все приходит, все ясно, понятно. Даже если вы испанский не знаете, все можно легко и просто здесь сделать. Мы сейчас здесь едем на окраину. Есть здесь на окраине кое-какие достопримечательности. Посмотрим Матведук и посмотрим дворец здесь есть. Вот. Я буквально сколько? 5-7 минут. И я сразу оказываюсь на вот этой вот дороге объездной, которая вокруг Мадрида. И как бы я до нее без пробок доезжаю и по ней. Соответственно, я сейчас буду ехать без пробок М503. Пазуэла называется этот район. Он находится рядом вот с этим большим парком, где аквариум. И в принципе, даже можно пешком ходить было в Мадрид. Просто мне было жалко времени, поэтому я ездил на поезде, на автобусе. Вот. Пазуэла. Там даже университет есть. Здесь в Мадриде очень много на самом деле университетов. И многие люди приезжают сюда учиться за образованием. Ну, вообще, я думаю, здесь, как и впрочем, образование, как и впрочем, весь уровень жизни у них очень высокий. И оказывается, испанский паспорт, он стоит на втором месте вместе с немецким. И, в общем, там рядом с японским паспортом. Очень сильный паспорт испанский. Даже, по-моему, сильнее американского, штатовского по визам. То есть, очень много безвизовых стран для Испании, куда вы можете приехать безвиз. И, честно говоря, я даже вообще не ожидал это все здесь так увидеть в Испании. И я думал, ну, Мадрид, Мадрид большой город. Сейчас что-то типа Рима там, суета это, сумасшедший дом. А на самом деле вообще так все тихо, спокойно, ясно, все на своих местах. Вроде бы тесно, но все знают, что куда, как. Так, и все происходит как-то само собой. А вот в этом Пазуэлло, там даже парковки были бесплатные на улице. Белые линии. И мы парковали на бесплатных парковках. Вот такие мосты. Это объездная дорога. Она нас сейчас будет выводить из Мадрида. Мы будем уезжать. Вот буквально, друзья, выехали 10-15 километров. И началась пустаж. Такие степи здесь. С кустарниками. Вообще ничего нет. Просто дороги, трассы и все. Буквально, наверное, километров 10-15. От Пазуэлло. И от центра города максимум 20 километров. Вот такая пустота. Там я вижу какие-то античные памятники или средневековые. Крепость какая-то. И все. Пустота. Арочные. Мост держится за счет вот этих двух арок. Они натянуты на них. Тросы, канаты. И они поддерживают дорожное полотно. Ехали мы ехали, значит. И я увидел озеро здесь. Эль Параисо. Эль Параисо. Озеро. Там много людей. Купаются. Это горное озеро. Оно находится на высоте около тысячи метров, наверное. Я думаю, здесь вода пресная. Ну, по крайней мере, должна быть пресная. Друзья, это оказывается плотина. Дамба. И они берут воду отсюда. Пресную воду. И написано, что ничего здесь нельзя делать. Вообще ничего. Только гулять. А главное, не написали, что собакам нельзя. И собак они здесь купают. Мы, значит, подъезжаем к дворцу, который построил Филипп II. Есть легенда, что этот дворец строили специально, чтобы закрыть врата в ад, которые как раз-таки здесь и находятся, в этом регионе, возле гор. И ходят слухи, что даже когда строили этот дворец, 20 лет его строили, прибегал Цербер мешать стройку делать. И еще, в общем, Филипп II сказал строить его без пафоса, просто все, надежно. И, в общем, когда его закончили строить, он перевез свою всю библиотеку сюда по оккультизму и магии, а в этот дворец, все книги. И типа таких книг даже не было в Святой Инквизиции, насколько там крутая была библиотека. Вообще, на самом деле, я вот сейчас вот так вот еду и задумываюсь, как вот эта вот Святая Инквизиция, как вот это вот у них вообще все было там. Людей там захотели того, убили, захотели того, убили. Молишься, убили, не молишься, убили, неправильно молишься, убили. И как это вот вообще с религией, вот эту вот Инквизицию можно было соединить, я не знаю. Да и вот эти все вот тоже храмы большие, гигантские тоже, я как бы не хочу со своим уставом в чужой монастырь, но для меня вот непонятно, вот зачем это они все вот так роскошно все делали. И вообще, на самом деле же, Испания же из-за этого, по сути, Испанская империя же, по сути, из-за этого, из-за коррупции, из-за того, что они строили вот себе, не по доходам строили себе всякие вот эти крепости сумасшедшего размера. И вот в Барселоне тоже мы были, там такие дома вообще строили. Это же на это же все деньги тратились. И в один прекрасный момент, конечно же, они не смогли существовать из-за того, что просто слишком много потратили. Потихонечку мы подъехали, уже почти что. Да, это вот, собственно, и есть этот дворец. Я его хотел где-то с гор сфотографировать с высоты, чтобы понимать, показать вам, как он на самом деле масштабный. И здесь сейчас музей, здесь есть музей того, как это все строили, есть инструменты, которыми это строили, всякие разные чертежи. Вход стоит около 15 евро. И, скорее всего, есть дни, когда вы можете сюда тоже бесплатно прийти. В общем, Филипп II, он был очень скромным человеком, он говорил, что дворец для Бога, а лачуга для короля. И он это себе строил место, чтобы от своих, в общем, царских, королевских хлопот, забот здесь отдыхать. И у него была простая комната, там кирпичные полы и просто побеленные стены были. Никакой роскоши, вообще без роскоши. Еще здесь очень большая библиотека, она уступает по размерам только ватиканской. И все книги, естественно, уже копии. Но интересно то, что они хранили их оберткой. Не наружу, а вовнутрь. Здесь бесплатный Wi-Fi. И, то есть, чтобы сохранить именно вот эту упаковку, красивые переплеты, они вот так их хранили. Здесь можно остановиться, парковка запрещена, но остановиться можно. Хотя вот написано, что парковка запрещена, но они все здесь припарковались. Все вот эти машины, они здесь стоят. Я просто остановлюсь ненадолго, фотокарточку сделаю. Нужно отметить, друзья, что действительно по дворцу видно, что он прям вот прям сдержанно, максимально сдержанно, так построен. Без какой-либо вообще роскоши. Это, наверное, одно из самых скромных таких мест. Какие они здесь церкви, храмы строят. И вот это вот действительно такой дворец воплощения какой-то сдержанности, скромности. В общем, его строил архитектор, ученик Леонардо да Винчи. Вот это вот по краям тоже вроде бы как бы здания, которые прилегают к этому дворцу. И там, собственно, и были ворота, въезд. Но он очень такой большой, масштабный, конечно же, по размерам очень большой. Целый год искали место, где его построить, потому что король хотел, чтобы здесь было и не жарко, и не холодно. И, в общем, во всей Испании якобы это одно из самых идеальных мест и по климату, и по температуре. Мы здесь поднялись в горы, я вам хотел снять этот дворец. И, в общем, везде проезд запрещен. Либо знаки, запрещающие проезд, либо еще что-то мешают. Там вот на велосипедах они проехали, а на машине закрыто. И либо пешком идти, либо на великах ехать. Туда выше можно подняться, и там виды будут классные открываться. Вот, кстати, бездорожье, острые камни. И вот эта резина, она вообще нисколько их не боится. Это ее прям стихия по таким камням ездить. Периодически пригождается. Тут едем дальше. И вот, по-моему, мы будем сейчас смотреть акведук. И вот отсюда вот этот S-корал видно частично. Здесь едем сейчас по горам. Высота 1500 метров. Температура 78 градусов. Это, наверное, где-то 25. 24-25 градусов по Цельсию. И вот поднимались-поднимались, сейчас вниз едем. Спускаемся. Такие вот ландшафты здесь пустынные. Как будто какая-то, то ли Каппадокия, то ли еще что-то. В центральной части вообще очень мало зелени в Испании. Ну и, соответственно, всяких разных деревенек, населенных пунктов тоже мало. Лежим городу Авелла. Он тоже находится там внизу. Вокруг него горы, как Алмата. Примерно даже, наверное, на такой же высоте он находится. И сейчас туда спустимся. Погуляем там возле крепостных стен. Там стены есть, которые сохранились лучше всего вообще в Испании. самое лучшее состояние в августе во всей Испании. И они большие. В общем, там город-крепость был, наверное, типа Диарбакира. И там, наверное, даже вокруг, возле них даже проехать можно. Потому что гулять сейчас бесполезно. Два часа дня там из машины вообще нереально выходить будет. И, наверное, поедем дальше. Заехали. В общем, с города, со стороны города. И, собственно, вот так вот выглядят эти стены крепостные. Очень большие и очень широкие. Ширина у них 3 метра у этих стен. Туда можно наверх тоже подняться, по ним походить. Я уже сколько по этим стенам лазил. Даже не знаю. Хочу я туда идти или нет. Короче говоря, вот так это все выглядит. Авела называется этот город. Там даже, по-моему, проехать можно под ними. И возле них можно проехать. Как здесь только нельзя ездить. Хоть как. Сколько они сил в пухоли, чтобы это все построить. Энергии. И они до сих пор стоят, как новенькие. Потому что зимы нет. Зима не портит стены. О, посмотрите. Просто пипец какой-то. 88 башен. Знаете? 88? Да. И 11 ворот. 88 башен вот таких. Почти 100. И 9 ворот. Каждая башня, естественно, это сторожевая башня была. И, в общем, охраняла город от всяких разных злодеев. Да. Одно из самых лучших сохранившихся достопримечательностей средневековых здесь, в Испании. Крепостные стены. Прелесть данной достопримечательности заключается в том, что здесь как бы высокогорья. Больше тысячи метров. И, ну, здесь не так жарко. И вообще летом немного людей. Вот в такие, во все места лучше летом приезжать. И плюс ко всему, вы еще можете не просто здесь гулять, а просто можно ездить на машине. Смотреть это все. Разглядывать. И можно вовнутрь заезжать, что самое интересное. Что там в средневековом? Благодаря тому, что королевский двор средневековой Кастильи часто переезжал с места на место. А вела также иногда служила местом к его пребываниям. Средневекового двора? И в 1465 году Кастильские магнаты надругались Павеля над чучелом короля Энрики IV. Энрики Иглесиас? Мне удивительно, что мы смогли сюда заехать и вот по вот этим вот улочкам городским проехать. Обычно они такое не разрешают делать. Причем, что самое интересное, посмотрите, здесь зоны нет никакой нулевых выхлопов или еще чего-нибудь. Они обычно это не разрешают делать. Здесь зона Петонал, это туда. И вот сюда нельзя заезжать. Сюда можно. Не Петонал зона. Здесь еще есть, по-моему, музей оружейный. И туда можно вроде как даже бесплатно зайти. Обычно в таких местах они деньги не берут. Да, любопытное, конечно, местечко. В принципе. Здесь даже бесплатные парковки есть, на удивление. Вот эта белая линия, это значит то, что можно припарковаться. Ну, они, конечно, заняты. Но так или иначе. Я думаю, прямо в этом центре, в городе, можно найти бесплатную парковку. Не туристическое место сразу видно. Да, бесплатная парковка. Вот это все бесплатная парковка. Все машины бесплатно стоят. Во-первых, в старом городе. Во-вторых, бесплатно. Прям удивительно. Как-то они здесь решили. Видимо, у них много места и мало кто на машинах ездит. И они себе могут это позволить. Вы можете ехать и вот так ее из окна своего автомобиля смотреть. Это прям круто. То есть, это не для пешеходов, потому что крепость очень большая, крепостные стены. И вот так вот ездить здесь, в принципе, долго можно. Что, 3 километра? Что, 3 километра? А, и автобусом туда нельзя еще заезжать. Плюс ко всему. Вот мы ездим, а автобусом нельзя заезжать. Ну, и можете по ним погулять. Я думаю, это вот что-то типа в Диарбакире, когда я гулял, тоже снимал вам. Они тоже там такие же широкие, такие же большие. Просто там они рушатся. В некоторых местах там еще и, по-моему, Македонский их расфигачил. А здесь они прям в очень хорошем состоянии, потому что арт-обстрелов не было, как в Диарбакире. Никого вообще, ни туристов, вообще никого на улице. У всех сиеста. Нафиг никому не нужны эти стены. Мы одни-единственные здесь ездим. Зона Пиданал. Есть, конечно, где закрыто и вот так вот не проехать, но все равно его можно объехать прям вот по часовой стрелке. Там у них еще церкви, соборы внутри, естественно, как без них. Но видно, что строили. Посмотрите, ни одной трещинки нету. Очень хорошо строили. Вот как у нас сейчас строят многоэтажки и как вот раньше строили. Сколько лет прошло? Сколько там? 500 лет прошло, да? 500 лет прошло и они длинные. То есть она, стена эта длинная. И там внутри ни арматуры, никакой железа, ничего нет. Она просто держится на камень, на камне держится. И нету ни одной трещинки. То есть она нигде не просела, нигде не... Вот здесь тяжелее 3,5 тонн и выше 2,5 метров нельзя. Про ширину ничего не сказано. А, и парковка. Парковка платная. Это, наверное, единственное место, где платная парковка у них. Может быть, узко. Вот мы с вами ездим сейчас по старому городу, пожалуйста. Здесь в самом центре заезжать нельзя. А вот здесь вот как раз-таки мы сейчас увидели, как может быть. Вот приехал человек, продукты привез с магазина себе домой. И вот так вот получается. Никто сигналить, нервничать не будет. Все понимают, что узенько. Для меня, конечно, друзья, удивительно, что мы заехали прямо сюда. Обычно в Европе редко можно такое встретить. Вот так вот заехал. А здесь два знака друг другу противоречат. Как быть... Один говорит летит туда, другой говорит летит туда. Там, оказывается, дорогу ремонтируют, поэтому это временный знак он сюда показывает. Ну вот, в общем, мы с вами по старому городу катаемся. На автомобиле. Удивительно. У них все закрылось. Вот этот музей, который я вам показывал, он тоже закрылся на сиесту. И все дружно пошли делать сиесту, пить вино. Нет ни одного столика, чтобы не было алкоголя. Вот-вот, единственный столик, где люди кока-колу пьют. В общем, сюда не получится заехать. Вот гаражи у них. Только пешком зайти. Поэтому мы оставили машину на бесплатной парковке. И... Решили зайти бесплатно в центр посмотреть. Здесь еще можно залезть на эти стены. На стенах побыть. Так, что здесь за зарядка? Танцы какие-то. Вот и музыка, пожалуйста. Что они творят? А, здесь игра будет сейчас. О, с пивом еще. Это надо пиво бегать пить. Вот этот... Вот этот... Да... Они хотят захлебнуться. Они что-то еще кидают в какие-то эти... Обливаются. Да... Каждый день меняет. Испания чем-то удивляет. Еще здесь свадьба в придачу. Вон там целая куча гостей. Это, наверное, церковь. В церкви кто-то поженился. Какие-то испанцы его сейчас идут, наверное, в ресторан праздновать. А это вот такие вот гигантские здесь стены. Церковь величественная. Можете вот сравнить. Дворец короля какой был. Какой я вам сейчас показывал недавно. И какая церковь, какая величественная. То есть у церкви, на виду тоже с монархами, у нее тоже была очень большая власть здесь. И так, здесь ресторан какой-то туда все идут. Скорее всего, через этот ресторан можно наверх попасть. А, здесь вот 500 грамм мяса стоит 50 евро. И они почему-то все туда идут. Здесь они в деревянном масштабе вы выполнили. И прям можно потрогать это. Все, 1 к 750. Вырезали в дереве. А это что такое? Это, по-моему, тоже здесь. Что здесь написано? А, это, наверное, какая-то часть. Дом чей-то. 5 евро стоит вход погулять. И вот здесь вот бесплатный билет тоже, наверное, по каким-то дням бывает, скорее всего. То, что я вам сейчас показывал, деревянная, это вот эта вот штука. Скорее всего, она прилегала к церкви. И, в общем, наверное, это либо дворец был, либо часть церкви была. Здесь еще есть Мирадор, такая смотровая площадка. Можете приехать со стороны, увидеть масштаб всех этих стен. И, ну, на самом деле, город небольшой. Прям видно отсюда очень хорошо. Даже с окраиной. Вот здесь он сразу заканчивается. Кидаем мы этот город. Не стали мы здесь задерживаться. Ну, мне понравилось, но не могу сказать, что я пошалел. Ну, наверное, специально бы прям вот так, чтобы сюда ехать откуда-то, я бы, наверное, не поехал. Мы просто как бы здесь были рядом. Вот мост железнодорожный. Мост железнодорожный. Мы были здесь рядом. И, короче говоря, я решил заехать, то у нас третья достопримечательность на сегодня. Уша. Или вторая? Вторая. Вторая. Будет еще третья. И потом будем искать, в общем, место для ночлега или отеля. И будем думать, либо мы поедем уже, будем возвращаться, либо будем здесь кататься. Я не хочу сейчас ехать на побережье, потому что там очень много людей и очень высокие цены. Сейчас начинается сезон отпусков в Европе, поэтому там сейчас особо вообще делать нечего. Мы вот сколько ездим уже по Испании, и сегодня тоже у них вот все вот бесплатные дороги, все вот такие. И по времени, когда вы едете, никакой по сути разницы нет, что вы едете по бесплатной дороге, что вы едете по платной дороге. По времени одинаково получается, и по качеству покрытия тоже. Светофоров вот на таких дорогах практически тоже нет, пробок нет. Ехать и ехать можно прям спокойно. Они идут вместе, эти дороги, вот справа это вот магистраль платная. Ну, там, видимо, тоже немного это стоит. И единственное отличие, это только то, что там 4 полосы, а здесь 2 полосы. То есть одна в одну сторону, другая в другую. Ну, и там 120 можно ехать, здесь 90 только. И все. Все равно я больше 90 никогда не еду, ну, редко. И поэтому мне вообще никакого смысла там нет ехать. А так расстояние вообще одинаковое, и по времени одинаковое, и покрытие одинаковое, все одинаковое. Вот мы сейчас под ней проезжаем как раз платная магистраль. Здесь могут попадаться иногда колечки такие, широкие кольца. Но зато вы здесь, когда едете, вы большие достопримечательности видите. Вот могут олени какие-нибудь, кабаны вылезть, еще что-то. Вот она теперь слева идет. А так мы постоянно рядом едем. Следующая наша достопримечательность на сегодня, это город Сеговия. Мы уже подъезжаем, и я сразу вижу ретелиозное сооружение. А там еще и замок есть плюс ко всему. Мы сейчас ехали, здесь еще по дороге был замок. Такое ощущение, что здесь в этой Сеговии очень много всяких разных достопримечательностей. Вот так он, Сеговия. А мы находимся на территории Кастилиуша, и население около 50 тысяч. Стандартный небольшой городочек. Был основан римлянами 2000 лет назад. И Альфонс VI его потом здесь у арабов забрал, отвоевал. И здесь резиденция была. Ну, наверное, соответственно, поэтому здесь и дворцы как бы находятся. То есть дворец находится такой помпезный, крупный, большой. И церковь тоже немаловажная, не намного меньше. Я вижу на Иврике написано, да, это израильское кладбище здесь. Соответственно, по всей видимости, здесь были евреи тоже жили. Это значит здесь Алказар. Один из самых помпезных в Испании. Туда можно зайти, кстати. Наверное, мы здесь заночуем. В этом городе, потому что очень много достопримечательностей. И всех их не обойти быстро. Ну, замок, конечно, друзья, очень красивый. И он прям вот так вот на скале находится. И вот здесь вот еще можно зайти в музей. Внутри оружейная комната. И залы, все вот это посмотреть. И почитать информацию вот эту. А здесь еще люди приходят отдохнуть вот так вот на травке. Провести время. И там, по-моему, внутри течет речка. Возможно, даже там покупаться можно. Город мне нравится. А, кого-то, по-моему, привезли. Или кто-то приехал. Короче говоря, они радуются. Я не понял, к чему. В общем, город мне нравится. Первые впечатления. Прям такие хорошие от города. Вообще, мне прям не просто так этот город понравился. Он как будто где-то в лесу находится. Здесь трасса вот так вот проходит. Ну, дорога, по крайней мере. Точно это можно назвать. И она вот так вот здесь. Столько зелени. Очень зеленый город. По сравнению вот с тем, которым мы были. Где тот этот... До этого был замок. Там не так много вообще зелени было. И вон тот город Крепольс тоже вообще немного зелени. А здесь прям вот это поля. И все-все деревья. В общем, мы решили здесь остановиться на одну ночку. А завтра уже... Будем сегодня думать целый день. А завтра решим. Либо поедем назад, в сторону Франции. Либо поедем по Бобережью опять. Смотрите, друзья, какая здесь архитектура. Просто невероятная. Прям возле дороги. Удивительно. Здесь, наверное, лучше ходить пешком. Это все изучать. Ну, хотя парковок тоже много. И парковки бесплатные. Вот такие вот города мне по душе небольшие. Население максимум до 50 тысяч. И спокойно, без суеты, без толпы, бесплатные парковки. Толб туристов нет. Ну, сейчас вообще никого здесь нет, потому что все ясно. Друзья, чем больше мы путешествуем, тем больше я вижу вот таких вот зарядок. И вы можете подъехать на электрической машине, всегда найти себе место, зарядиться через приложение. Вот это дает станция 80 киловатт. Капец. Это ЧДМ, по-моему. Разъем. Можно за полчаса залететь, наверное, километров на 300. Но она может у вас здесь сколько угодно стоять, заряжаться. Да, это ЧДМ. И как бы вы за это не будете платить, не будете за парковку платить. У вас парковка бесплатная, по сути. Я еще тогда по Франции ездил, это все замечал. Стояние между Россией и Казахстаном по тысяче километров есть. Где без зарядок. Мы сейчас зайдем, сделаем съесту и чуть позже пойдем на экскурсию. Вот такой нам, друзья, достался номер сегодня. За 50 евро. Да, это, конечно, вам не Турция. Ну, хотя, наверное, если приехать в Турцию, где будут достопримечательности, там, наверное, тоже будут такие номера. Короче, здесь три человека могут спать. В принципе, за 50 евро. На троих, наверное, нормально. Не новый отель. Но зато очень чистый. Очень чистый, как все отели в Европе. Мол, это какая-то печка у нас здесь. А это, оказывается, радио. Вот программ-селектор. Я сколько в Турции видел отелей. Это, пожалуй, самый удивительный отель. Ну, зато у нас супермаркет вон там и заправка прямо через дорогу. Мы, в общем, оставили машину возле отеля и решили прогуляться. Пришли на одну из площадей здесь центральных. И вот в таком состоянии здесь сохранился акведук. Эта конструкция, она поставляла воду, по всей видимости, откуда-то оттуда. Она текла, иногда, может быть, даже под давлением текла и попадала в город. Вот таким образом. Вот здесь вот есть конструкция. Не знаю, для чего она была сделана. А, наверное, он полностью весь такой был. То есть он где-то как-то открошился. Ну, в основном, очень хорошо сохранился. И это один из самых крупных акведуков в Европе, в этой части Европы. Вот этот вот пролет. Он здесь около 700 метров. Через всю площадь туда, в город уходит. А вообще протяженность всего акведука 14 километров. И вот его построили 2000 лет назад. И вот он стоит. Ни грамма там железа нет. Просто за счет силы тяжести он держится. За счет арочных конструкций. Вот она туда уходит. И причем они не трогают, не ломают. Вот, видите, вот этот камень, он такой, как клинушек. И вот они делали подстройки. На этих подстройках выставляли, выставляли, выставляли. Потом вставляли этот камень. И все, он вес вот так вот распределяется. Туда по краям. И потом вот получался такой мостик. Они шли наверх, наверх. И по сути так можно было очень много строить. Большую высоту можно было делать. Ну, как они, впрочем, здесь и сделали. Просто для того, чтобы ручейок с водой бежал в город. Вот, пипец, конечно, мероприятие. На самом деле, может показаться, что вот те вот камни, они висят в воздухе и типа могут упасть. Но из-за того, что они зажаты и давят друг на друга, они очень сильно зажаты. Поэтому они не падают и не вываливаются. Две тысячи лет, да. Все пошли гулять, пошли по ресторанам, пошли мороженое кушать. И пошли еще. А вот здесь вот у них, я так до сих пор не могу понять, зачем вот эта штука сделана. Там покровитель города по всей вероятности. С голубями. И здесь крест. А больше нигде вот такого нет. Балкончика. Как будто балкончик какой-то. Вот. Первого века. 950 метров. И почти 30 метров высота. Десятиэтажка, короче говоря. Из бетона. Вот так они воду сюда отправляют. Это баба ешка здесь сидит где-то. Наверху. В общем, друзья, невероятная такая нежная какая-то конструкция. Потому что здесь 900 метров. И если где-то там в конце, хотя бы на несколько сантиметров, пару колонн просядет. То есть из этой большой длины, она здесь может, трещина получится где-то метр. А здесь вообще ни одной трещины нет. Это говорит о том, что он вот как стоял 2000 лет назад, так он до сих пор здесь и стоит. Вообще не двигается даже. Оказывается, резиденция Фернандо Седьмого работает только до восьми. Вон там почтовый ящик. Но мы уже большую часть видели с вами вчера. Говорят, что Walt Disney черпал идеи свои отсюда. Именно с этого замка. Сегодня видели. И много мы уже увидели. Может быть, завтра еще увидим что-нибудь. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Дискутен Да, здесь ров был с водой ДимаTorzok Д arguments ДимаTorzok Миленькая деревушка На улицах никого вообще нет Дмитрий Торзки А вот здесь Тора Кстати здесь Тора может любой Хоть кто посмотреть прийти Бесплатный Тора Для всех бесплатно Вот знать бы когда она будет выступать Можно было бы прийти посмотреть Здесь был вход В этот замок с собаками нельзя Потому что они не культурные Здесь все вода была залита И они столько воды брали Причем по кругу везде вода была И вот так вот он выглядит Кастила де Кока 15 века замок Следующая наша достопримечательность Замок Аривала Аривала В общем Толком никто не знает Когда и зачем вообще его построили Но есть сведения что Там была тюрьма В этом замке Зернохранилище Вот к нему здесь еще и мост Идет придача Вот такой вот Средневековый Широкий Чтобы наверное две поевозки Могли разъехаться И Его разбирали Чтобы сделать железнодорожный мост И вот его недавно только реконструировали То есть он И первозданный такой вид Его по камушкам разбирали На мост Тоже по которому мы только что проехали Весьма такой красивенький И Арка есть Арка вот такая вот есть Вот две л В испанском Они как л Не читаются Две если Они как е Кастио Мурайя Кайи Айя И вот название реки Тоже там две л было Оно как л Не будет читаться Оно как е Как е Да И Е И Да Ну ладно Бесплатные парковки Детские площадки Вымощено все брусчаткой Тоже так же как в Турции любят делать Ну и старый город здесь есть А возле самого замка Там я видел с дороги Большая парковка Да И вон под деревьями Там люди спят Заночевали в автодомах Вот это вот прелесть Европы Что можно вот так вот приехать И на парковке возле замка Встать Поспать Тастрада Здесь замок Площадка Площадка очень большая И можно прям под деревьями спать Встать Поспать Очень крутое место Нам как бы не по пути А так я бы здесь заночевал Прям с великим удовольствием Третий Или какой четвертый уже Замок наш за сегодня Ну там же еще был В самом начале Короче он называется Медина Сейчас мы про него Прочитаем А еще и Медина А Ламото Ламото или Медина Замок находится На возвышенности Прям здесь так ветрено Замок тоже служил Тюрьмой И многие известные люди Здесь проводили свое заключение А еще интересный Любопытный факт Что отец подарил В общем Сыну этот замок А сын здесь спрятался И не захотел выходить Приходилось даже осаду делать Чтобы его вытащить Ну безуспешно Интересный факт Что Коломб Кристофор Коломб Который открыл Америку Он именно здесь встречался С королевой Чтобы просить деньги На свое путешествие И любопытный факт Что вот эти вот деньги Спонсировалось Путешествие вот это В Америку За счет Раскулачивания Богатых Всяких разных В том числе Еврейских Диаспор И Инквизиция Забирала у них В общем деньги И на эти деньги Они Отправляли флот И Короче говоря Открыли Америку Многие помещения Имеют выход В подземный лабиринт Там подземный лабиринт В котором пользовались Когда нужно было Поймно покинуть дворец Здесь часы работы Этого замка А это По-моему Можно Позвонить туда Едем друзья По деревушкам Я уж не знаю Какая это по счету А вот это Вот смотрите Дом на реке Он Как будто бы Ушел под воду Но на самом деле Там живут люди И Вот здесь Что-то типа Болота Такой мост Вода течет Орландо А здесь Виноградниками Это все славится Дело Мост оказывается Очень длинный Вон он туда уходит И там тоже Мост этот идет Средневековый Вот это Я не знаю Это регион Или город Называется В честь Туркемада Это Великий инквизитор Он Короче говоря Сжег около Семи тысяч Как минимум Людей на кострах И В том числе Евреев И мавров Он очень много Сжег И на эти деньги Коломб Пошел Открывать Америку Поехал Поплыл Он кстати родился В Волгодолите И умер Вавиле И погребен Вавиле Друзья Наш Очередной замок Сегодня уже не помню Какой по счету Он находится Прямо на горе Очень высоко Здесь высота Тысяча метров И он Над этими лугами Еще метров сто Наверное Во все стороны Никакой жизни Кострахерис В общем Он был разрушен Землетрясением В шестнадцатом веке И здесь еще У него вот такие Пушечки стояли Артиллерийские Ну За тысячу лет Он очень хорошо Сохранился Внизу есть деревушка Но в ней Как будто бы Все вымерли Вообще Никто никуда Не хватит Магазины Не работают А вот Слышно Кто-то кричит Страшно Но здесь Зато Наверное В церковь Бесплатно Можно зайти Вот я вижу Трещины И Естественно Это все Построено Грубо говоря На частном слове В таких Местах На самом деле Если Бесплатный Вход Небезопасно Находиться На самом деле Потому что Вот эти камни Вообще Ничего не держат Просто там Глина какая-то И вот такой Вид зато Роскошный Сейчас здесь Солнышко Будет садиться Но мы наверное Здесь не останемся Ночевать Потому что Здесь ни воды Ничего нет Только вид Хороший И все Ну и вон там Деревня Вот а Чтоб спуститься Надо время Потратить Мы еще Можем ехать Два часа Мы вообще Можем До побережья Уже До побережья Океана Доехать Если захотим А вот тут Один человек Пришел Он по-моему Хочет спать Здесь В палатке Друзья Вход Бесплатный В этот Сам А вот здесь Они нарисовали Как они хранили Вино Воду Все дела И Здесь Лучники Например Стреляли С этих штучек А здесь Есть Такой Ход Вот это Как собственно Раньше И было Ход Такой Ходить Наверх Вот здесь Тоже В разрезе Как они Бочки Свои Хранили Лестницы Сюда На балкон Вы хотели Посмотреть В общем Этот человек В здании Или еще Откуда-то Пришел Пешком Пешком Он путешествует И У него Здесь есть Спальный мешок Палатка И в общем Он будет спать В этом замке А он еще Сказал У него Бутылка вина Чего здесь Только не Насмотришься Очень много Генераторов Фетриных Там еще Что Понравилось Здесь Запросто Можно Заночевать Но если Конечно Вы подниметесь Потому что Там подъем Очень крутой И не каждая машина Может подняться Очень тихо Но Нет воды И В принципе Ну если бы Наверное Было бы чуть позднее Мы бы Наверное Здесь Заночевали Прям На вот Этой Площадке Потому что Здесь Прям Спать Вообще Наверное Одно Удовольствие Вот такие Они Лестницы Сделали Башня Башня Пуск Подъем Лучше Конечно Подниматься Наверное Пешком Сюда Ну хотя На машине Тоже Можно Подняться Если Наверное У вас Полный Привод Здесь В одном Месте Есть Такая Узенькая Дорожечка Причем Я не знаю Вообще Они как-то Это контролируют Или нет Этот склон Его же Периодически Вода Размывает Зато Вид Прекрасный Приезжаем Еще Один Замок Только Это Уже Давным Давно Не Замок А Короче Они Замок Превратили В Отель Но Не Такого Большого Размера Компактного И В Принципе Его Легко Было Сделать Из него Отель 24 Евро Можно Позавтракать В ресторане Меню Вон Там Бойницы Есть Снизу Для Лучников То есть Если Захотите Можете Приехать И Прям Поселиться В Замке На Сам Деле Здесь В Европе Таких Мест Очень Много Вот Они Карты Сделали Ну Можно Поискать Может Быть За стол Где-то Можно В замке Таком Поселиться Вот Церковь Святой Марин У них Сегодня Чось Какой-то Маскарадный Праздник Здесь Всех Украсили У них Здесь Сад Огород Коровы Лошади Все Вот Так В загоне Стоит И Температура Опустилась Сильный Ветер Температура Где-то До 20 Крадусов Наверное Опустилась Резко В Риме 40 Было Здесь 20 И Вот Мы Едем Сколько Периодически Вот эти Иглесии Встречаются Замки Мосты Деревни Как здесь Все-таки Все рядом А на улице Как всегда Ни одной Души Нет Ни одного Человека А нет Вот и тут На танце Наверное Терва Терва Субтитры создавал DimaTorzok